Но не только мотоциклисты нарушают правила дорожного движения. Так в Иркутске полицейские в ходе погони задержали не имеющего водительского удостоверения автомобилиста. Водитель несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения. На заградной трассе он все-таки оставил машину и попытался скрыться в лесном массиве, но вскоре был задержан. Возможно, подобных историй в нашем городе было бы меньше, если бы культуре вождения обучали с юных лет. Кстати, такое предложение сейчас как раз обсуждается на федеральном уровне. Подробности далее. 17-летние подростки за рулем. Скоро такая картина, возможно, станет обыденностью, а не нарушением закона. В правительстве обсуждают новый проект. Согласно документу, несовершеннолетние смогут получать водительские права с 17 лет и, соответственно, ездить по дорогам. Но есть несколько нюансов. Первый – подростков будут допускать к управлению только легковыми машинами и квадроциклами. Второй – при условии, что ездить они смогут только с наставником. Иначе говоря, старшим товарищем, который будет подсказывать, как управлять автомобилем, а также контролировать соблюдение правил дорожного движения. По мнению главы гусавтоинспекции страны, это позволит повысить грамотность юных водителей. Идея вроде неплохая, но экспертов смутил тот факт, что наставником может стать любой водитель, имеющий права категории B на управление легковым автомобилем. То есть даже 18-летний. В таком случае теряется смысл наставничества, которое предполагает помощь опытного шофера. Вопросы вызывает и то, как ментор и юный водитель будут вместе ездить на квадроцикле, ведь это маломощный транспорт. Поэтому перед тем, как поправки примут, документ пройдет ряд процедур, чтобы учесть все замечания и исправить их. Интересно, что данный законопроект также касается популярных сейчас электросамокатов. Если этот вид транспорта с высокой мощностью и скоростью отнесут к категории L1, то есть приравняют к мопедам, это позволит штрафовать их владельцев, к примеру, за езду без прав. Дарья Эйвазова, Юлия Шинкарюк. Новости по будням.